Санкт-Петербург Экодизайн – это когда мы думаем, как будет товар развиваться, как он будет жить, что будет с ним происходить и, в конце концов, как он будет утилизироваться. Эта фабрика изготавливает кухни на заказ уже много лет. Но с недавнего времени в ассортименте появились кухни, созданные согласно принципам экодизайна, позволяющего сократить количество отходов и время производства. Мы сами стали работать с подбором новых материалов, которые можно найти на рынке, которые можно использовать несколько раз, например, перерабатывать эти материалы. Раньше материалы мы закупали, например, его можно использовать 2-3 часа, например, какие-нибудь лакет, а сейчас есть уже материалы, которые можно использовать по 24 часа. И не требуется эти материалы утилизировать. В государствах Балтийского моря принципы экодизайна начали внедряться с 2016 года, когда был запущен проект «Экодизайн Сёркл». Кроме восьми стран ЕС, в нем участвуют также Норвегия и Россия. Бюджет проекта составляет 2 миллиона 780 тысяч евро, львиная доля которых приходит из фондов Евросоюза, предназначенных на развитие регионов. Российская Федерация выделила на проект 42 тысяч евро. Воздействие конкретного товара или услуги на окружающую среду рассчитывается уже на стадии проектирования. В отличие от линейной экономики, в круговой модели производства вопросы утилизации материалов, из которых изготавливается товар, рассматриваются с самого начала. Это происходит на таких вот совещаниях, в которых участвуют инженеры-технологи и дизайнеры. Цель этого совещания — убедить политиков, людей с аллергией, коммунальной службы поддержать идею создания в городе новых озелененных пространств, так называемых «зеленых стен». Тренинг организован таким образом, что моментально включается вот такое модное понятие на сегодня — это креативное мышление. За 17 минут мы придумали 40 способов, как обойти сопротивление определенных групп людей. В прошлом году проект «Эко-дизайн-серкл» стал финалистом конкурса «European Regio Stars Awards» в категории «Круговая экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова